В Самарском областном суде началось рассмотрение дела о запрете толкования священного Корана на русский язык. Напомним, в августе 2020 года Красноглинский районный суд города Самара признал экстремистскими материалами тафсиры Корана, известных исламских учёных Ибн Кассира и Асаади. Решение было вынесено, основываясь на проведённую экспертизу. Защита заявила тогда, что эта экспертиза проводилась с многочисленными и большими нарушениями. Вопросы были и к самим экспертам. Поэтому адвокаты сразу же направили апелляционные жалобы в Самарский областной суд. 15 декабря состоялось первое заседание. Непосредственно я представляю интересы переводчика Корана Кулиева Эльмира Рафаэлёвлы. И по делу работают также мои коллеги, адвокаты. Суд сегодня выслушал стороны. Мы изложили свои позиции, свои доводы в защиту этих книг. И также выступил представитель прокуратуры, который продолжает наставить на том, что книги должны быть запрещены. Адвокаты Саид Магомед Чапанов, Руслан Нагиев, Равиль Тугушев, Марат Ашимов, Мансур Усманов и Роман Миронов убеждены, что запретить пытаются общепризнанные во всём мусульманском мире книги. У нас закон о противодействии экстремизму, он чётко говорит от статьи 3.1 о том, что нельзя запрещать ни в части, ни целиком Библию, Куран, Ганжур, Талмуд. Тафсир – это в первую очередь расширенный перевод Курана. Все мы знаем, что даже носитель арабского языка без Тафсира не может прочитать Куран. Для того, чтобы понять его смысл, естественно, нужен Тафсир. И вот этот расширенный перевод Курана пытаются запретить на основании экспертизы, которую делали люди, которые не только не знакомы с исламом, но в составе комиссии не было специалистов со знанием арабского языка. А все те книги, которые попали под запрет, они содержат наряду с текстом на русском языке, в том числе и текст на арабском языке, и в первую очередь текст оригинальный, текст самого Курана. То есть запрещается, по сути дела, Куран. Хотя прокуратура пытается нам сказать о том, что это всего лишь толкование. И не стоит забывать о том, что Куран — это не только священная книга всех мусульман, а в ряде стран исламских Куран является, по сути дела, конституцией. Как можно запретить конституцию другого государства, признать ее экстремистским? Как можно запретить толкование конституции? Поэтому мы считаем то, что решение Красноглинского суда незаконно, необоснованно. Надеемся, что здравый смысл и справедливость восторжевают, и все запреты, которые были выведены Красноглинским судом, в конце концов, все-таки будут сняты. 15 декабря Самарский областной суд не смог вынести окончательное решение. Заседание отложено на 26 января 2021 года. Мы продолжаем следить за ситуацией.